В Кыштовке построят крытую хоккейную коробку и благоустроят парк Победы. Венгрии откроют после ремонта школу искусств, отреставрируют автомобильные дороги, сдадут в эксплуатацию новые фельдшерские пункты. Сегодня в западных районах области с рабочей поездкой побывал губернатор Андрей Травников, о чем местные жители говорили с главой региона. Расскажет Екатерина Стывко. Хоккейная коробка сейчас пустует. Льдом ее покрывают только зимой, летом вместо него асфальт. Сделать площадку крытой – мечта и наказ избирателей депутатам. Работы планировали начать еще в прошлом году, но помешал коронавирус. Тяжелый пандемийный период. Мы с точки зрения болезни, болезнь, так как, к сожалению, продолжается, с точки зрения бюджета мы пережили. Давайте на ПСД мы в этом году деньги выделим, а на стройку тогда поставим на следующий год. В зиму уж ребята откатаются на этом льду, а следующим летом задача тогда построить. Единственная просьба под контроль, потому что у нас некоторые главы строят по три года. Нет, мы быстро построим. В центре поселка уже развернулась большая стройка. Сквер Победа больше 20 лет стоял в запустении. Ему решили вернуть исторический вид. Конструкция парка Победа идет полным ходом. Сейчас рабочие укладывают плитку и устанавливают лавочки. Ну а фишкой этой зеленой зоны будет собственная танцплощадка. Она была здесь исторически и пользовалась большим спросом у местных жителей. А вот другой объект возвести никак не получается. В Хыштовке сейчас строят дома для детей-сирот. В планах целый микрорайон. Правда, пока ограничились несколькими зданиями. Начать новые не могут. Экспертизу проекта в Минстрое проводят уже полгода. И губернатор звонит в министерство. Давайте так. Нужно придать ускорение, потому что знаете проблему с освоением средств. Выделено на программу более миллиарда рублей, только дополнительно. А освоить не можем. Если взялись за работу, то ускоряйте их. Да, ускорим. Строители хотят начать работы в теплое время года. Зимой будет сложнее. Коммуникации тоже нужны новые. Котельная не тянет. Во-первых, она старая. Под реконструкцию пока не попала. Она как раз в наказе у меня. Заканчивается ее мощность. Мы там уже котлы меняли сегодня. Это такие многоквартирные. Да. Их эффективно переводить на теплооснабжение. Если предложение готово пересмотреть, я поручаю министру вернуться к рассмотрению вопроса и реконструкцию поддержать. Жилье на селе нужно и специалистам, которые приехали сюда работать. Чтобы ускорить процесс постройки новых домов, власти предложили объединить две социальные программы. Поселить сирот и рабочих в одном доме. Сегодня губернатор Андрей Травников оценил и реконструкцию инфекционного корпуса ЦРВ. В старом здании сделали ремонт и переоснастили. Это был 17-й год. Визит губернатора в Кыштовском районе. Ему подошли. Инфекционные отделения выпали. И всегда из модернизации они не тратились. И вот тогда было принято решение, надо делать. Модернизировать, оконструировать. Оно было в плохом состоянии и это было сделано. Никто еще знал о пандемии. Это было решение, которое потом оказалось эффективным. Оно сработало, оно сегодня работает. Там спасают жителей Кыштовского района. Теперь медики просят реконструировать пищевой блок ЦРВ. Еду пациентам приходится ведрами носить через всю улицу. А жители Кыштовки обратились к губернатору с просьбой навести порядок на фармацевтическом рынке. Сама болела ковидом. Пришла в магазин, в аптеку. Арбидол стоит полторы тысячи, чтобы мне на курс пропить. Но не каждый ветеран может купить. Я работающий пенсионер, а остальные же не работают. Вот нельзя присмотреть что-то в этом плане. Наверное, в этой ситуации действительно самый простой вариант – это субсидии. Потому что держать цены на весь ассортимент достаточно сложно. Поэтому мы давайте с коллегами из Министерства соцзащиты подумаем, какие дополнительные меры поддержки ветеранов в этот период роста цен можно предпринять. А это уже Венгеровский район. Село Старый Тартас. Местным жителям теперь не нужно ездить в райцентр за первичной медицинской помощью. Только к узким специалистам. Терапевт примет в новом фельдшерско-акушерском пункте. Такие же строят еще в двух селах района. Хорошо, и радости, и проблемы. Все у нас прекрасно. Не важно не проливать, держать нос вверху. То есть, ну радости, что радости. Радости мы радуемся своим радостям. А проблемы мы их решаем по мере поступления. Зданию, в котором находится местная школа искусств, уже 124 года. Заниматься хоровым пением или играть на скрипке было уже просто опасно. Поэтому сейчас капитальный ремонт. Уже заменили кровлю, выровняли полы, вывезли весь мусор. А строительные материалы, наоборот, завезли. Можно приступать к отделке. В принципе, наш закон по наказам работает. Конечно, такие, как мой зам Андрей Борисович, мы что-то больше делаем для этих районов. Но, тем не менее, закон работает. Тем не менее, сегодня все социальные просьбы и пожелания, они занесены в наш закон по наказам. Весь вопрос сегодня, завтра, быстрее, медленнее. Но это есть. Венгеровский район – место археологических раскопок. Летний сезон сейчас в разгаре. Находок немало в каждый сезон. От глиняных сосудов до бронзового оружия. Вот здесь вы можете видеть, ну, тут планеграфически все показано. Но вот эти вещи, как вот эта голова лося, эта фигура птицы, возраст 7 тысяч лет. Историческое прошлое у западных районов богатое, а настоящее позволяет уверенно смотреть в будущее. Перемены в инфраструктуре приводят к тому, что молодежь все чаще остается на родине, не уезжая в большие города. Екатерина Стывко, Андрей Руднев, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok